Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня хотелось бы поговорить про дивиденды. Давайте мы сейчас отложим в сторону все инвестиции глобальные. Сейчас очень много запросов по поводу того, что все. Я во многом разочаровался и на самом деле ни во что нет веры. Абсолютно. Но при этом что-то делать нужно. Давайте посмотрим направление дивидендной доходности, как выбирать дивидендные акции. Какой ресурс для этого стоит использовать. Сегодня, наверное, больше будет интерактива. Не то, что интерактива, я покажу сайт, который, что называется, не является рекламой. Пользуюсь самостоятельно. Ребятам действительно огромное уважение за ту работу, которую они проделывают. При этом очень важно, друзья, что все, что я сейчас покажу, во-первых, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Во-вторых, та же та информация, которая есть на каких-то агрегаторах, где люди проделывают работу, оценивая отчетность компании, оценивая, какие могут быть будущие дивиденды. Ее еще раз нужно перепроверять. Перепроверять у первоисточника. А здесь у нас возникают очень и очень большие ограничения в последнее время, что многие компании ограничивают раскрытие информации по своей финансовой отчетности, статьи расходов, статьи накопления, в какой валюте находятся. Но, тем не менее, если все-таки вы говорите о том, что вы хотите разобраться, каким образом выбирать дивидендные истории российские, то давайте я вам покажу, каким сайтом в этом случае можно пользоваться. Ссылка, соответственно, на сайт будет находиться под данным видео для удобства, но я покажу, в принципе, как непосредственно это работает. Заходите на сайт «Доход» управляющей компании, скроллите немножко вниз. Есть отдельный раздел дивидендов. Щелкаем подробнее. Здесь появляются дивиденды. Различного рода фильтры есть, да, ну, допустим, давайте возьмем по капитализации. Крупные компании по капитализации. Можно по различным датам фильтровать, что является наиболее интересным, да, то есть здесь многие скажут, что доходность выплаты является ключевой, то есть отсортировать, кто выплачивает самые высокие дивиденды и, соответственно, получать. Смотрите, друзья, дивиденды формируются по-разному, да, то есть дивиденды могут формироваться в компании за счет основной прибыли. Когда компания просто элементарно заработала достаточно много денег и, согласно дивидендной политике, которая установлена в компании, она эти, эту чистую прибыль направляет акционерам в форме дивидендов. Второе, могут быть разовые сделки. В качестве примера можно привести, допустим, покупал акции центрального телеграфа, когда просто центральный телеграф, как таково, продал большое здание в центре Москвы, да, за хорошие деньги, соответственно, эти деньги должны были быть выплачены акционерам в форме дивидендов. Там была привлекательная дивидендная доходность. Дивиденды могут увеличиться за счет валютной переоценки. Часто это касается экспортных компаний. Такой компанией в России является Сургутнефтегаз, то есть у нее есть денежная кубышка. Эта кубышка до недавнего времени хранилась в долларах. Где она хранится, сейчас непонятно, в какой валюте хранится. Но и там, соответственно, тоже есть, что Сургутнефтегаз получает прибыль от операционной деятельности, от основной, где он, соответственно, занимается добычей, переработкой, экспортом нефти и нефтепродуктов. И второе, у него есть просто большая кубышка в валюте, и валюта может расти. Соответственно, если валюта выросла в цене, происходит рублевая переоценка, в рублях компания зарабатывает, это тоже акционеры получают в форме дивидендов. Конечно же, размер дивидендных выплат является важным. То есть мы можем посмотреть, что из компании с высокой капитализации, допустим, при капитализации 28 миллиардов долларов, Газпром нефт, выплачивать дивиденды в районе 18,3%. Здесь можно провалиться, посмотреть, из чего выплачивает, какой размер дивидендов на одну акцию, как оно соотносится в исторической ретроспективе и посмотреть, какие дивиденды направляют на выплату чистой прибыли. Что здесь важно, на что хочу? Вот показатель DSI. DSI это показатель, который говорит о стабильности дивидендов, насколько стабильны дивиденды, потому что в дивидендах важна не столько сама дивидендная доходность, хотя тоже является ключевым моментом, сколько стабильности выплаты дивидендов. Если у вас постоянно доходность плавает, то есть если какая-то цикличная компания, которая зациклена на цикличный сектор экономики, то в этом случае вы можете стабильные дивиденды получать или нестабильные. И вот у меня возникает вопрос, вы сами что выберете? Компания, которая в один год заплатила 18% дивидендов, а во второй год вообще ничего не заплатила, через то, как не заплатила, заплатила какие-то копеечные дивиденды или получает стабильно 5%. То есть вот здесь вот важно показывать, как стабильность дивидендов, стабильность дивидендных выплат считается по формуле, соответственно, вы видите на слайде, какая формула расчета, каким образом она интерпретируется, что если показатель больше 0,6, акция перспективна с точки зрения получения дивидендной доходности. Если диапазон стабильности дивидендных выплат от 0,4 до 0,6, то привлекательная акция с точки получения дивидендов средняя, но и ниже 0,4 до маловероятная для включения в дивидендный портфель. Возвращаемся, соответственно, на наш сайт, смотрим, кто у нас наиболее интересен с точки зрения DSI. Лукойл, посмотрите, ну вот мы сейчас записываем, соответственно, по состоянию на апрель месяц 2023 года. У нас получается очень стабилен дивидендных выплат Лукойл. Доходность выплат 17,68. Есть отдельно за 9 месяцев, есть отдельно за 12 месяцев. Можно провалиться, посмотреть. Совокупные дивиденды следующие 12 месяцев могут составить 765 рублей на одну акцию. Можно, в принципе, посмотреть, сколько текущая цена акции Лукойла на бирже. Размер дивидендных выплат разделить на цену акции, умножить на 100. Мы таким образом получим, какую дивидендную доходность мы получим в текущий момент по Лукойлу. Что у нас тут еще? ТГК-1, энергетика. Стабильные дивиденды. Дивидендная доходность там в районе 7,96. Новотек. Почему он несколько раз попадает? Потому что за Новотек он выплачивает за первое, второе полгодие всего за 12 месяцев. Дивдоходность 10%. Фосагра 0,96, 0,86. И дивидендная доходность за 12 месяцев 14,55. Акции того и той же самого Фосагра, акции компании Новотека, достаточно активно покупались в конце прошлого года, в начале этого года в дивидендный портфель. Даже не дивидендный портфель, в портфель моих детей. Многие говорили, задавались вопросом Максима, почему они и так находятся на хаях, они стоят очень дорого, зачем они включаются в портфель, они стоят и так дорого. То есть есть компании, которые очень сильно упали, давайте их купим. Смотрите, ребят, еще раз. Компании, которые обладают потенциальной дивидендной доходностью 20-значной, плюс у них стабильные дивидендные выплаты. То есть их имеет смысл включать дивидендный портфель, потому что они регулярно выплачивают. И выплачивать не раз в год, а бывают полугодовые выплаты. Фосагра вообще, насколько я знаю, ежеквартально платит. Поэтому они включаются в инвестиционный портфель моих собственных детей. Для чего я это делаю, почему я это делаю, как я это делаю. Есть отдельный бесплатный мастер-класс двухчасовой, ссылка на него находится также под данным видео. Проходите, забирайте. А сегодня, на самом деле, я вам показал, какими ресурсами вы лично можете пользоваться. Что важно, что помимо дивидендной доходности, важна стабильность дивидендных выплат. Где получить эти данные вы, соответственно, можете найти на сайте. Разбирайтесь самостоятельно, развивайте свое собственное мышление. Мне было бы очень интересно, чтобы вы поработали с данным сайтом и по итогам выбрали пять компаний, которые, на ваш взгляд, являются интересными для включения в дивидендные портфели. Оставляйте комментарии под данным видео. Мы проведем аналитику и, что называется, народные бумаги, может быть, даже разберем уже более глубоко, фундаментально, с фундаментальной точки зрения. Не только с дивидендной доходности, но и с фундаментальной точки зрения. Проведем анализ возможного денежного потока, проведем стресс-тесты этих компаний для того, чтобы посмотреть и увидеть, что у нас выбирают люди и хорошие бумаги, качественные или нет. Сегодня же на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока, удачи!